Правила перевозки детей в автомобиле ужесточились, а вот зарегистрировать транспортное средство стало проще. В федеральном законодательстве произошли очередные изменения. О новых требованиях к автовладельцам рассказали сотрудники Люберецкого отдела ГИБДД. Нововведения, которые коснулись порядка регистрации транспортного средства, значительно упростят жизнь автовладельцам. Теперь для постановки автомобиля на учет не обязательно предоставлять бумажную версию по лесу ОСАГО. Инспекторы проверят его наличие через электронную систему, а тот, кто зарегистрирует автомобиль через портал госуслуги, сэкономит как время, так и деньги. В Москве и даже в некоторых больших районах Подмосковья ближайший талончик может выдать по предварительной записи на замену водительского удостоверения через две недели, а то и через месяц. По порталу, пожалуйста, вы можете на следующий день уже записаться, прямо на следующий день, плюс оплатиться с 30-процентной скидой. Кроме того, новые правила позволяют регистрировать автомобиль с измененной в результате коррозии или ремонта маркировкой транспортного средства. Если раньше при таких дефектах автовладелец получал отказ, то сейчас эту проблему можно решить с помощью экспертизы. Автотранспортная система с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственных их владельцев после хищения, при условии их индикации, подлежат регистрации. А вот что касается перевозки детей в автомобили, то здесь требования сотрудников ГИБДД наоборот ужесточились. Теперь оставлять ребенка младше 7 лет одного в транспортном средстве во время стоянки строго запрещено. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Стоянка предусматривает с собой остановку транспортного средства на срок более 5 минут. То есть, если вы, скажем так, видите, что подъезжает сотрудник ДПС, вы находитесь рядом, он предъявляет вам требования, прошу этот пункт зачитать и сказать, что я нахожусь здесь, вот я, что происходит с ребенком, вижу, остановился я ровно 3 минуты назад. Касаемо перевозки детей в автокреслах, также произошли изменения. Ребенок дошкольного возраста, как и прежде, должен находиться на специальном удерживающем устройстве. Детей от 7 до 11 лет уже разрешено пристегивать ремнями безопасности, но при перевозке на переднем сиденье наличие детского кресла обязательно. Штраф за нарушение правил остался прежним и составляет 3000 рублей. Луиза Игязырян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok